И нездоровая пища — это проблема. Нутром чувствуем. Если вы думаете, что вас полнит нездоровая пища, подумайте лучше. Может быть, вы откармливаете голодную массу чуждых кишечных бактерий, которые отплатят вам заболеваниями кишечника или даже раком. Итак, исследования показали, что при увеличении потребления мяса с 60 до 600 грамм в день удваивает сульфаты в моче. Мы говорили об этом уже, это выливается в потерю кальция. И сульфиты в калии увеличиваются в 10 раз. Что это все значит? В вашем кишечнике есть определенные бактерии, и вам бы хотелось иметь там здоровые бактерии. Помните, нам все время говорят, если у вас мало бактерий, что надо есть? Йогурт. А какие бактерии присутствуют в йогурте? Молочно-кислые бактерии. Но, поймите, после отлучения от груди, вам уже не нужны молочно-кислые бактерии? Вам уже не нужна лактоза? Какие животные продолжают пить молоко после отлучения? Никакие. Но молочно-кислые бактерии все же лучше, чем никаких. Так нам говорят. И, мол, так мы можем их подобавить. Но это совсем не то, что нам нужно на самом деле. Бактерии, которые нам нужны, известны под названием метаногены. Это самые здоровые. Огромное исследование было проведено в Центре питания в Кембриджском университете. Скажем так, вы поглощаете белки и углеводы, и у вас есть бактерии, которые помогают вам их расщеплять, и они производят различные соединения. Наиболее распространенным соединением является углекислый газ и водород. Это если в вашем рационе есть много углеводов. Если же в вашем рационе присутствуют животные белки, то у вас производится много серы, как я уже объяснял. Эти преобразования делают бактерии. Бактерии, работающие с серой, называются сульфаторедицирующими бактериями. Поэтому, если у вас есть много мяса в рационе, в вашем кишечнике будет много таких бактерий. А если вы едите много растительной пищи, у вас есть много метаногенов в кишечнике. И когда они расщепляют продукты, они производят газ, метан. А если у вас много этих, они производят сульфиты, которые токсичны и вызывают рак. Существует один способ узнать, какие бактерии у вас присутствуют. Метан — это взрывчатый газ, но практически без запаха. Так? В то время как серные бактерии содержат, ну, такой ядовитый серный компонент. Кто-нибудь когда-нибудь взрывал бомбы вонючки? Это сероводород. Сильно пахнет. Поэтому, когда вы почувствуете себя слегка надутами, уделите внимание ароматическим ощущениям, и это скажет вам, какой тип бактерий в основном содержится у вас в кишечнике. Если сильно взрывается и без запаха, то все в порядке. Иногда, если вы много едите или перекусываете между приемами пищи, у вас также будет выделяться кислота, и также будет бактериальный сдвиг. Поэтому, чтобы иметь здоровый кишечник, заведите в нем метаногены. А если пучат? Ну и что? Никто и не заметит, если вы по-тихому.